В сердце Бразилии крупнейшая кошка в Америке правит самыми обширными тропическими болотами в мире. Это страна ягуаров. Волшебная земля, полная природных красот и серьезных опасностей. Даже бронированная рептилия, парагвайский кайман, не может противостоять мощным челюстям этого умелого хищника. Дикая Бразилия. Логово ягуара. Несколько месяцев назад эти равнины до самого горизонта были покрыты водой. Сейчас же в северной части Пантанала в самом разгаре сухой сезон. Конец сентября. Дождей не было более пяти месяцев. И голод вынуждает животных выходить из леса на поиски пищи и на охоту. Для всех существ, которые здесь живут, это один из самых напряженных периодов года. Берега реки голые. Но гигантским выдрам все еще удается найти рыбу на мелководье. А пока бабочки едят минералы, оставшиеся на песчаных отмелях, капибарам, крупнейшим грызунам на земле, приходится тщательно искать то, что хотя бы отдаленно напоминает их привычную пищу. Даже верхушка пищевой цепочки чувствует напряжение. Ягуар – высший хищник. Они не боятся ни одного животного в Пантанале. Ягуары могут весить до 130 килограммов при длине почти в 2 метра от кончика носа до кончика хвоста. Эта самка нашла убежище от сильной жары на берегах реки Куяба. Это один из крупнейших притоков огромной реки Прагвай, которая питает эти болотные угодья. Пантанал в 10 раз больше, чем Эверглейдс. Он на 80% находится в Бразилии. Профессиональный гид Айлтон Лара зарабатывает на этой реке. На охраняемой территории одного из северных государственных парков Пантанала. Это очень хорошее место для ягуаров, потому что здесь не так много людей. Это очень отдаленное место, далеко от города. Доступ к дороге не очень удобный, это позволяет контролировать количество людей, бывающих здесь. Есть только одна официальная дорога на крайний север Пантанала. Ее длина составляет 145 километров. И в хороший день Айлтон преодолевает это расстояние примерно за 5 часов. В конце дороги есть небольшая рыбацкая деревушка, Порто-Жофре, центр наблюдений за ягуарами. Плыви очень медленно. Что? Я слышал, что тут есть один выше по реке. Выше? Да. Давай посмотрим. Больше ягуаров. Да. Даже при том, что Айлтон следит за ягуарами больше 10 лет, он до сих пор радуется. Вверх по течению есть ягуар, и мы плывем прямо к нему. В этих местах река Куяба является основным путем. Ее длина 80 километров, и она разветвляется, превращаясь в лабиринт. Через 20 минут поисков кое-что привлекло их внимание. Кажется, большие кошки не обращают внимания на звук двигателя, пока пассажиры остаются в лодке. Супер! Это взрослый самец. Айлтон видел его раньше. На теле видны шрамы от сражений, как старых, так и новых. Сломанный клык и свежая рана возле усов. Вероятно, результат территориального спора с другим ягуаром. Что бы ни случилось, приключений сегодня больше не будет. С приходом полудня температура поднимается выше 40 градусов. Эта кошка решает остаться в тени. Пантанал – рай для любителей ягуаров. Здесь 7 животных на каждые 100 квадратных километров. В этой области живет более 100 ягуаров. Обычно мы видим одного или двух ягуаров в день. Но иногда встречаем и по 10 ягуаров в день. В очень хороший день. Ягуары – животные-одиночки. Как и большинство кошек, они проводят почти половину дня во сне. Они сумеречные животные и в основном активны на рассвете и на закате. Самцы и самки собираются вместе только чтобы спариться и вскоре их дороги расходятся. Самка выращивает детеныши одна. Этот двухлетний самец готов покинуть свою мать. С тех пор, как ему исполнилось 6 месяцев, она учит его охотиться. И теперь ему пора проверить свои охотничьи навыки. Голодный ягуар ест почти все, что движется. Молодой самец заметил группу гигантских выдор. А они – его. Их громкие сигналы насторожили всю семью. Это самые большие выдры в мире. Взрослые особи вырастают до двух метров в длину. Это компанейские животные, которым нравится делать все вместе. В их дружной семье они всегда присматривают друг за другом. Если вы атакуете одного, то остальная часть группы будет бороться изо всех сил, никогда не отступая. Ягуары оппортунисты. Если молодая гигантская выдра отобьется от группы, у ягуара может быть шанс. Но родители выдры очень опекают молодняк. Молодой ягуар знает, что он в меньшинстве, поэтому идет дальше. В пантанале ягуары специализируются на охоте на кайманов. Кайманы – мощные и агрессивные бойцы. Но под их жесткой шкурой достаточно нежного мяса, чтобы насытить ягуара на несколько дней вперед. В сухой сезон, когда воды очень мало, ягуарам легко найти пищу, потому что все животные будут собираться вдоль реки. И ягуары тоже там будут, потому что там удобный берег. Когда наступает сухой сезон, хладнокровные кайманы собираются возле сокращающихся водоемов. В пантанале живут более пяти миллионов кайманов. Это по сорок кайманов на квадратный километр. Это самая высокая плотность кайманов на Земле. Большую часть года они живут в дружных и мирных группах. Их кузены – американский аллигатор и черный кайман – гораздо агрессивнее. Рядом с берегом реки легко ловится рыба, попавшаяся в ловушку мелководья. По мере того, как наступает сухой сезон и река все больше и больше отступает, вся рыба собирается на мелководье. Это очень удобно для кайманов. Несмотря на то, что это не самые крупные члены семейства крокодиловых, взрослый самец обычно весит более 55 килограммов, а самки – примерно вдвое меньше. Самкам и самцам нужно есть много рыбы, а иногда и капибар. Но в это время года кайманы думают не только о еде. У них на уме спаривание. У самцов есть несколько способов сообщить самкам, что они в настроении. Они стонут, пускают пузыри и ревут одновременно. Пузыри создаются низкочастотными звуками, называемыми инфразвуком. Они создаются глубокими вибрациями в легких. Эти интенсивные вибрации заставляют воду на их спинах взмывать фонтанами воздух. Некоторые достигают 75 сантиметров в высоту. Разные самцы борются за внимание партнерши. Чем эффективнее представление, тем лучше перспектива спаривания. Самцы пытаются спариваться со многими самками, а самки часто могут спариваться со многими самцами. Поэтому самка может откладывать кладку яиц, который содержит гены разных самцов. Через несколько месяцев она построит гнездо и отложит в нем яйца. Хотя самки кайманов заботливые матери, 80% их гнезд разоряют хищники. Но пока идет сезон спаривания, вдоль реки раздаются стоны и рычания кайманов. Сухие песчаные берега рек Пантанала привлекают полчища самокоз. Они прилетают, чтобы собрать минеральные соли, оголенные отошедшими водами. Для этих рабочих и их королевы соль – незаменимая часть диеты. Они относят ее в свои гнезда, чтобы накормить личинок и свою королеву. Их колонии в основном состоят из самок. Роль самцов ограничена. Незадолго до конца сезона появляется поколение самцов, выведенное исключительно для размножения. Когда сезон засухи подходит к концу, самцы умирают. Субтитры создавал DimaTorzok Выше по течению реки, где берега круче, а лес гуще, молодой самец ягуара до сих пор ищет добычу. Он оставил свою мать, и теперь, если он хочет поесть, ему придется охотиться самому. Если у ягуаров была хорошая мать, они могут научиться от нее разным трюкам. Ягуары непридирчивы в еде. Они едят оленей, пекари, змей, обезьян, черепах, лягушек и все, что смогут поймать, включая рыбу. Эти большие кошки не боятся воды и даже могут плавать с добычей в зубах. Молодой самец плывет дальше вниз по реке. Это самый простой способ избежать густых зарослей. Вернувшись к берегу, он неторопливо прислушивается и высматривает свою будущую добычу. Он замечает на середине реки большого каймана. Кайман не так уж далеко от ягуара. Но у кайманов хорошее зрение. И у ягуара нет шансов приблизиться незамеченным. Поэтому он решает продолжить путь. Любимая пища и более простая добыча для ягуаров это капибары. В реке они находят спасение от навязчивых мух, комаров и жары. Они не подозревают о присутствии молодого ягуара на противоположном берегу. Пятнистая шкура ягуара обеспечивает ему прекрасный камуфляж в лесу. Но на открытой местности это не помогает. Из-за плохого зрения капибары еще не заметили ягуара. Но обоняние у них намного лучше. И когда одна из самок чувствует запах ягуара, она подталкивает малышей к берегу, подальше от опасности. В итоге вся семья скрывается в кустах. этот молодой самец уже упустил несколько возможностей поймать себе обед. при весе в 68 килограммов ему надо съедать минимум 35 килограммов мяса в неделю, чтобы поддерживать текущий вес. Если он хочет пережить сухой сезон, ему надо повышать свою эффективность. Через несколько километров вниз по реке в тихом притоке реки Куяба черный касик охраняет гнездо. У этих птиц одна из лучших и самых сложных в мире техник вития гнезд. Это социальные птицы. Они гнездятся колониями на одном дереве. Некоторые колонии насчитывают до 250 гнезд. самка не просто собирает и вплетает палки и сучки. Она вьет свое гнездо как мастер-корзинку из длинных стеблей, собранных в камышах. Гнезда у них глубокие, большие, в форме кокона. и защищают яйца от незваных гостей. Но плетение гнезда опасная работа. Самки часто становятся пленниками собственных гнезд. и иногда, если не могут выбраться, погибают. А самцы? От них помощи мало. Особенно в постройке гнезда. К тому же они не помогают высиживать яйца или кормить самку и птенцов. Зато в спаривании самцам-кассиков равных нет. И при соотношении один самец на 10 самок у большинства самцов очень плотный график. В свободное время, пока самки ищут еду, самцы охраняют гнезда и территорию. С тех пор, как он ушел от матери, молодой ягуар упустил уже два шанса поймать добычу. Он уже голодает. И тут замечает одинокого каймана. Он знает, что это его последний шанс и решает использовать его. Опытный ягуар впился бы клыками в череп каймана, чтобы прокусить его крошечный мозг и сразу же убить. Но этот неопытный самец теряет хватку и кайман переворачивается. Ягуар пробует другую тактику и хватает его за горло. Он упустил шанс убить добычу быстро, как учила его мама. Теперь дело за состязанием силы и выносливости. Оба животных хорошо чувствуют себя в реке. Но у каймана есть преимущество перед ягуаром. Он может находиться под водой, не всплывая, около часа. У каймана в глотке есть толстая мембрана, которая не пропускает воду в легкие и не дает кайману захлебнуться. Если кайман сможет удержаться на плаву и выбрать момент для переворота, удача будет на его стороне. Кайман не хочет сдаваться. Впрочем, ягуар тоже. Он использует силу, чтобы заставить каймана уйти под воду. Даже немного воды в легких и он захлебнется. Стресс от борьбы сказывается, и кайман набирает в легкие воду. Его тело обвисает. Для него игра окончена. Молодой ягуар убил своего первого каймана. Прекрасное достижение, но его ошибка стоила ему огромного количества сил. Он решает отдохнуть. Но его проблемы не закончились. Ему еще нужно вытащить добычу из воды. Он не может есть в воде. течение сильное, а область слишком открытая. Единственный вариант вытащить тело на берег. вода слишком низко, а берега слишком высокие. Ягуар тащит свою добычу, высматривая более легкий выход. и подсветить. И подсветить. Наконец он находит идеальное место и вытаскивает свою добычу на землю. Он снова отдыхает, а потом перетаскивает каймана в кусты. Теперь он может начать пир. Неплохо, для первой охоты, без помощи матери. С заходом солнца на реке Куяба начинают петь лягушки, вливаясь в ночную симфонию. Несколько птиц поют соло. Ягуары ревут, чтобы указать свое местонахождение. А потом тишина. Воспользовавшись утренней прохладой, угольная черепаха отваживается преодолеть открытый участок в поисках пищи. Как и большинство черепах, она предпочитает питаться фруктами. Но в это время года согласна есть все, включая падаль. Угольные черепахи ходят зигзагами по своей территории в поисках пищи. Они могут преодолеть 20 метров всего за один час. Сырая грязь. Все, что осталось от этого пруда. Но тут еще можно найти сочные листья. Они обеспечат не только еду, но и влагу. Если повезет, она найдет беспозвоночное. С повышением температуры черепахе пора возвращаться в лес. Черепахам приходится ограничивать свое передвижение в сезон засухи. Но для других видов этот сезон играет ключевую роль в успехе размножения. Эти большеклювые крачки пользуются моментом и устраивают колонии на песчаных берегах, пока вода отошла. Некоторые еще высиживают яйца. Другие ищут еду для своих птенцов. Этот нетерпеливый птенец проголодался. Создаваемый им шум привлекает нежелательное внимание хищников, ищущих легкой добычи. Северная каракара в несколько раз больше крачки. Но ей не справится с самоотверженностью родителей. Большеклювые крачки очень территориальные птицы. Они нападают, не колеблясь. Как самцы, так и самки сразу бросаются на защиту птенцов. Громко крича, пикируя и испражняясь на хищника. Тактика запугивания не всегда помогает. Но в этот раз этому шумному птенцу и его маме повезло. Хотя его писк не вознаградят едой. КОНЕЦ А в бассейне кайманов ситуация накаляется. Два самца сходятся в борьбе за территорию, доминирование и право размножаться. Схватка – опасное предприятие, которое лучше не начинать. Сначала они показывают друг другу, какие они большие и смелые. Пока это борьба нервов. У более старого самца слева преимущество в размере и опыте. Справа – более молодой и маленький самец. Тем не менее, он не собирается отступать. Если он победит, то поднимется выше в иерархии и повысит свои шансы на спаривание в этом году. Они оба ждут. Пока другой не делает резкий выпад. Старый самец на секунду замешкался. Но молодому этого достаточно, чтобы схватить его за верхнюю челюсть. Сила укуса каймана – 19 килограммов на квадратный сантиметр. Если молодой самец решит использовать полную силу, он легко прокусит глаз старому. После драк кайманы часто остаются слепыми. Но у них есть доспехи для глаз – полпибральная кость. Они могут втягивать глаза для защиты от травм. Но у молодого каймана другой план. Он хочет утащить старшего самца под воду. Но хитрый старый самец впивается когтями в песок и не сдвигается с места. В этой схватке титанов нет арбитров. Самки, наблюдающие со стороны, будут судьями этой битвы. Симпром-п 만들ает залог на п geldi. Пирог Tenками Бриточак Пирога Они в этой позе уже больше часа. И вдруг, так же внезапно, как начался, поединок закончился. Старый кайман дернул головой и высвободился. Крепко впиваясь когтями в дно, он готов нанести удар. Его соперник находится в менее удобном положении, так что он быстро сдается и уплывает, признав поражение. А это значит, что в этом году ему вряд ли повезет в любви. Старый чемпион защитил свой титул и свою территорию. И когда придет время спариваться, самки, скорее всего, выберут его. Субтитры создавал DimaTorzok Стая падальщиков кружит высоко в небе в поисках угощения. Спрятавшись в кустах, молодой ягуар наслаждается своей добычей. Он может съесть до 20 килограммов мяса в день, так что каймана ему хватит ненадолго. Птицы терпеливо ждут объедков. Наевшись, он, скорее всего, уже не вернется к матери. Сейчас ему надо найти себе территорию, что нелегко. Ведь через пару лет он будет готов спариваться. А пока он помечает кусок территории матери. Чтобы найти свой уголок, ему потребуется время и опыт. Ягуары проходят большие расстояния в поисках пищи. Их пути часто пересекаются с территориями других животных. Эта область Пантанала – лишь небольшая часть длинного коридора, который однажды станет частью большого заповедника, покрывающего весь южноамериканский континент. Коридор идет из северной Аргентины до Мексики. Ягуарам надо встречать других ягуаров. Ягуар из Пантанала может добраться до Амазонии, а оттуда – куда-нибудь еще. Этот коридор очень важен для распространения генов, предотвращения ингридинга и вымирания. Теперь, когда сын-подросток начал жить самостоятельно, его мать ищет себе нового партнера. Тем временем, Айлтон до сих пор ищет признаки присутствия великолепного хищника. Здесь, где мы остановились, что-то ужасно пахнет. Наверное, остатки еда ягуара. Это мертвый кайман. Остатки обеда ягуара. По запаху я могу сказать, что он лежит тут уже два дня. На большей части территории своего обитания ягуар известен под именем ягуара, что значит «зверь, убивающий жертву одним прыжком». Здесь, в Пантанале, небольшие рептилии убивают млекопитающих, как в Африке. А могучие кошки научились охотиться на древних бронированных рептилий. Вот это самоуверенность. Музыка. 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 Музыка.